Я думаю, что спор, собственно говоря, идет сейчас не по поводу даже конкретных кандидатур. Спор идет по поводу того, вообще нужен институт уполномоченного по правам предпринимателей. Эффективно работающий. Да, или он в принципе не нужен. То есть, либо это должна быть должность, должна быть позиция, которая интересна предпринимательскому сообществу, от которой зависит в том числе инвестиционный климат Новосибирской области, либо же это просто должен быть какой-то декоративный пост, где за бюджетный счет будет содержаться какой-то очередной представитель властного истеблишмента. И, собственно, острота в этой дискуссии, она связана именно с этим. Потому что, в отличие, например, от выборов уполномоченного по правам человека, которые проходили недавно, сейчас мы видим реальную конкуренцию двух разных людей. И, в общем, мне кажется, что депутатские слушания наглядно показали, что у одного из кандидатов есть профильное образование, есть программа, есть представление, что нужно делать именно в сфере правозащитной деятельности, связанной с бизнес-процессами. А другой пользуется политической поддержкой части нашей правящей элиты, конкретно части депутатского корпуса. И вот, поскольку это вышло наружу и было представлено наглядно, то конфликт оказался предельно очевидным. В ситуации, когда выбирается представитель интересов бизнес-сообщества, мнение самого бизнес-сообщества было фактически проигнорировано. Потому что в поддержку Пенигиной высказывались крупнейшие деловые союзы Новосибирской области, в ее поддержку направлено более 10 официальных писем и в адрес руководства Законодательного собрания, и в адрес губернатора Новосибирской области. А в поддержку другого кандидата, Малата Николая Егоровича, мы услышали, что он хороший парень, его знают, как в прошлом депутата. Один депутат его знает 15 лет, другой знает его 20 лет. И хороший парень, это, оказывается, прекрасная профессия, вполне достаточная для того, чтобы компетентно отстаивать интересы предпринимательского сообщества. С учетом рейтингового голосования, которое прошло на этой неделе, Пенигина, если не ошибаюсь, только один поддержку получила. Как вы считаете, предопределен уже результат голосования на сессии или нет? Или интрига, может быть, еще какая-то остается? На депутатских слушаниях, где рассматривался этот вопрос, присутствовало порядка четверти от нашего депутатского корпуса. У нас редко, на самом деле, даже на сессиях собирается стопроцентный состав законодательного собрания, но все-таки хочется верить, что в данном случае речь идет именно о неконсолидированной позиции законодательного собрания, а о мнении все-таки какой-то группы депутатов. Но на самом деле в значительной степени решение вопроса все-таки зависит от позиции губернатора, потому что по уставу Новосибирской области утверждает уполномоченного по правам предпринимателей губернатор, а депутаты законодательного собрания рекомендуют ему кандидатуру к утверждению. Поэтому я думаю, что возможности для какого-то вариативного развития событий на сессии 31 января еще не исчерпаны, но предпосылки к тому, каким образом может быть принято решение и с какими аргументами, мы на депутатских слушаниях уже увидели. Еще последний вопрос.